Вековой юбилей сегодня отметила жительница Чебоксар Татьяна Егоровна Каркова. По данным на прошлый год, таких долгожителей в республике всего 13. Сегодня юбиляршу участвовали родные и близкие. Поступило поздравление и от президента страны Владимира Путина. Его вместе со своими подарками в день рождения привезла большая делегация. Представители районной администрации столицы, городского пенсионного фонда, госсовета. Как дожить до 100 лет и сохранить бодрость духа? Далее в репортаже. Татьяна Егоровна в свой 100-летний юбилей в кругу семьи. Последние несколько лет живет в Чебоксарах у дочери. До того, пока справлялась совсем сама в деревне Синдемиркино, Вурнарского района. Семья у Татьяны Карковой большая. Дети, внуки, правнуки и даже праправнуки, которых разбросала по стране. Санкт-Петербург, Москва, Ишкар-Ала. Мама моя отработала в колхозе самолет до 80 лет. Такие мелкие работы делала. А в 80 лет она уже была как домохозяйка. И дома все делала, сажала все в огороде, убиралась, сама себя обслуживала. Она одна жила и хлеб пекла. Про таких, как Татьяна Егоровна, обычно говорят, крепкий орешек. Она, как и многие на селе, поднимала сельское хозяйство. Пережила не одну войну, родила восьмерых. Похоронила супруга и троих детей. Словом, испытаний на ее женскую долю выпало немало. Но всегда было сильно желание жить. И так и осталось. Командиром в юбке. Говорят о юбилярше родные. Она очень сама по себе такая вот позитивная женщина, понимаете. Поэтому она и в колхозе очень долго работала. За 70 уже было ей, когда она бросила работу. И поэтому, когда даже приходила с работы, она не уставала. У нее энергии столько было. Сегодня в доме именинницы полно гостей. Отчего сама она в растерянности. При всех своих командирских качествах не привыкла быть в центре внимания. Поздравления приходят от президента страны, администрации Ленинского района столицы, городского пенсионного фонда, депутатского корпуса. И, конечно, самых дорогих людей. Врачи говорят, долго живут те, кто не имеет вредных привычек, как Татьяна Каркова. Занимается физкультурой и живет не в загрязненных населенных пунктах. Родные юбилярши добавляют. Не обходятся при этом без генетической наследственности. Условия для долгой жизни считают медики. Окружающие люди, с которыми живешь бок о бок. Если желание жить сильно, то это и дает возможность год за годом отмечать дни рождения. Каждый в радости. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.